300 человек личного состава и до 50 единиц штатной техники было задействовано на полигоне Брески, где проходило батальонное контрольно-тактическое занятие у военнослужащих 38-й отдельно-десантно-штурмовой бригады, а именно у 382-го батальона. Тяжело в учении и легко в бою, а потому спектр задач достаточно объемен. Отработка специальных действий в блокировании и уничтожении вооруженных банд формирований, осуществление охраны и обороны газораспределительной станции и это только некоторые пункты большого плана масштабного мероприятия. Порядок подготовки у нас идет полугодичный, осуществляется подготовка и слаживание последовательно от простого к сложному отделений, взводов, рот. Соответственно, в составе батальона отработана тематика подготовки батальона и на завершающем этапе, скажем, венцом подготовки является батальонное контрольно-тактическое занятие, на котором ставится оценка всему батальону. Задачи сложные. Их выполнение – зачет всему батальону и каждому военнослужащему, и солдатам, и офицерскому составу. Ситуация приближена к реальным военным действиям. В рамках контрольно-тактических занятий оттачивается каждое движение. Подразделения батальона во время учений вели поисковые действия в назначенных районах, брали под охрану важные объекты, осуществляли размещение на месте и многое другое. Этап боевой стрельбы проходил как отражение нападений. Тематика учений – подготовка и ведение контрдиверсионных действий в назначенном районе ответственности. В основу учения были положены вопросы боевой и тактической подготовки военнослужащих при локальных конфликтах. Нашему подразделению была поставлена задача осуществить охрану и оборону газораспределительной станции. В данном месте мы отрабатывали внезапное нападение незаконно вооруженного формирования численностью до 50 человек на данный объект. В ходе выполнения обороны были отработаны нормативы по занятию рубежей, постановку техники, отработки схем, карточек, нормативы по связи, нормативы по огневой подготовке. Этот комплекс нормативов, соответственно, все это включало в себя непосредственно оборону данного объекта. Так как мы выполняли засаду сейчас, то здесь уже непосредственно мы слушаем задачу, которая нам нужна. То есть мы открываем огонь очередями по мишеням, для того, как они поразятся, поразились, следующее, то есть стреляем. Были превосходящие силы противника, которые также отступали, то есть они постепенно сначала пустили патруль, который мы уничтожили, и потом далее пошли восьмерки-девятки, мишени, которые мы уничтожили из стрелкового оружия, также мишени из РПГ и легкобронированную технику, которую тоже принял решение уничтожить из КПВТ. Контрольно-тактические занятия призваны стать еще одной хорошей возможностью для обмена опытом между военнослужащими в ведении контрдиверсионных действий, а также в сфере подготовки квалифицированных кадров. Ведь десантники всегда были первыми и всегда остаются лучшими. На данном этапе мы провели этап боевой стрельбы с подразделениями десанта-штурмовой роты. Командир роты показал достаточно уверенные действия управления огнем роты и показал хороший результат огневого поражения противника. Все подразделения батальона с поставленными задачами справляются успешно.